Здравствуйте, дорогие мои друзья, соратники, ну и конечно же случайные зрители. В этом выпуске я хочу продолжить свое расследование, касающееся одного неоднозначного, на мой взгляд, эксперимента. В общем, как вы уже сами догадались, речь пойдет о проекте Днепр. Материалом, послужившим для продолжения этой темы, являются воспоминания Александра Осипова, который был непосредственным очевидцем данных событий. В качестве визуального контента я покажу вам не только те фотографии, которые прислал мне Александр, их, к сожалению, крайне мало, но и свои собственные, взятые из экспедиций разных лет. Ну а для тех, кто не совсем понимает, о чем идет речь, ссылка на первую часть выпуска о проекте Днепр будет, как всегда, в описании. «1970 год прошел в подготовке к столетию Ленина, однако выпускной класс – не лучшее время для познания мира. Тем более, когда вся комсомольская жизнь большой средней школы на тебе. Это я о себе», вспоминает Александр. «Я давно решил, что после школы останусь в Кировске и буду учиться в Ленинградском горном институте на вечернем отделении. В конце 60-х требования КТР возросли, и надо было соответствовать. Я устроился на работу на участок КИПа Цеха параснабжения Апатит, Министерства химической промышленности СССР. То есть, кто постарше, знает, что оно контролировалось КГБ СССР и просуществовало до 1989 года. И вот именно тогда, в 1970 году, я впервые узнал, что в Хибинах, а в горе Куэльпор, по-самски рыбный хребет, готовится атомный взрыв. Об этом только и говорили в городе. Надо понимать, что это было удивительное героическое время, и вся страна находилась на подъеме. И будущее воспринималось как воплощение наших надежд. Всего три года назад атомным взрывом в урочище Медео, кстати, неудачным, неподалеку от столицы Казахской ССР, Алма-Ата, было в основном закончено формирование селезащитной плотины. Атомные взрывы в мирных целях преподносились народу как противовес гонке вооружений, развязанной американской военщиной. Тогда еще никто не знал, что Кольский полуостров попал в зону выпадения осадков после испытания советской водородной супербомбы. Мощность Ивана, так называли сброшенную 30 октября 1961 года на архипелаг Новая Земля бомбу, составляла более 50 мегатонн. Но я хорошо помню чудовищный страх девятилетнего пацана, встретившего пришельца в белом скафандре со стеклянным забралом на шлеме, держащего в руках металлическую выдвижную штангу с микрофоном. Он водил этим микрофоном по поверхности какого-то необычного в черных точках свежевыпавшего снега вокруг нашего нового дворца культуры. От микрофона вдоль штанги тянулся черно-белый кабель к большой коричневой коробке на груди пришельца. От прибора с двух сторон провода шли к наушникам. Видя мой неподдельный страх, пришелец сказал «Не бойся, хочешь послушать?». С этими словами он стянул наушники и надел на мою шапку. Послышались громкие щелчки. А когда он провел микрофоном над тем самым снегом, щелчки слились в единый треск. Вот так я впервые и познакомился с радиацией и долгое время был уверен, что снег может разговаривать. Я не знаю, какой радиационный фон был на Кольском после испытания Кузькиной матери, но весь мир был в ужасе. Разговоры среди работяг так или иначе вертелись вокруг взрыва. В сотый раз обсуждался вопрос о возможных последствиях. Находились знатоки, которые, а вот не свояк или Шурин рассказывал, что он служил на полигоне в Семипалатинске или на новой земле и видел, как проваливалась земля при подземных взрывах. Серьезно обсуждался вопрос, провалится гора или взлетит на воздух. А затем разговоры вспыхнули с новой силой, когда вернулся на работу электрослесарь высшего разряда, командированный на опытный рудник. Такое название носил объект. Он рассказывал, что прокладывались контрольные кабели и монтировались различные датчики. Позднее с этим слесарем произошла дикая и совершенно чудовищная в своей простоте трагедия. Однажды я, придя на работу, заметил, что все ходят какие-то пришибленные, свесив голову ниже плеч. На перекуре мастер Петр Иванович Кузнецов рассказал, что Сашка погиб. Детали трагедии поражали. Он застрелился на работе. Вроде бы, на первый взгляд, обычная банальная история. Жесткая ссора с женой. Необычным был способ сведения счетов с жизнью. Он застрелился из монтажного пистолета. Для тех, кто не знает, это такой инструмент наподобие отбойного молотка, только покороче и без пики. В него закладывался малокалиберный патрон и победитовый гвоздь. Патрон толкал тяжелый поршень и он ударял по гвоздю, загоняя его материал. По принципу действия обычная тяжелая кувалда. Это потом пистолет признали огнестрельным оружием. А до того и сам монтажный пистолет, и патроны к нему, и победитовые гвозди свободно находились на рабочих верстаках мастерской. Как рассказывали очевидцы, монтажный гвоздь, пробив сердце, вышел из спины. Сила патронов была такова, что гвоздь пробивал трехмиллиметровую металлическую шину и наполовину входил в бетонную стену. Конечно, было следствие, но никто из начальства серьезно не пострадал, отделались выговорами и лишением премий. Зато мы еще долго выискивали по ящикам и верстакам патроны и гвозди. Сам пистолет исчез от греха подальше еще до обеда, и больше его никто не видел. В последующие годы информация о взрыве то затухала, то проявлялась с новыми подробностями. Вдруг ни с того ни с сего распространился слух, что завтра привезут бомбу. Причем точно указывалось время и маршрут. От ЖД станции Апатиты на Коэльпор бомбу повезут на машине. Кто был источником данных слухов, так и не установили. А вот тут мне хотелось бы отвлечься, потому что в связи с этим я тоже кое-что вспомнил. Во времена моего детства мой отец часто ходил в автономку, а автономки тогда были достаточно длинные. И вот как узнать, а когда же вернется твой отец с дальнего похода? Информация-то совершенно секретная, и я думаю, что даже сами подводники точно ничего не знали. Но, как однажды сказала жена одного моего знакомого мичмана по фамилии Сковородька, тю, тоже мне невидаль. Сходи в любой продуктовый магазин во вторник и четверг, встань в очередь за колбасой, и через некоторое время, послушав, что говорит очередь, ты будешь владеть информацией с точностью до секунды. Но вот прямо сейчас я вижу, как улыбаются сами подводники, их жены и дети. Было такое? Особисты грызли уже даже не землю, а бетон, и становились седыми буквально на глазах. Но так и не смогли выяснить, кто же является первоисточником распространения сверхсекретной информации. Ходили слухи, что в связи с этим явлением несколько раз пытались менять даты, но очередь за колбасой тут же их корректировала. Однако вернемся к воспоминаниям Александра. Назавтра единственная дорога через Кировск, причем через центр, мимо памятника Ленину, была перекрыта. По дороге двигалась колонна автомобилей, впереди машина милиция, а за ней ГАЗ-66 с автоматчиками. Стоит заметить, что мигалок тогда не было. На расстоянии метров так 40 медленно передвигался КРАЗ с трейлером-прицепом. Трейлер был с невысокими бортами и заполнен песком. На нем в песке находился небольшой металлический ящик, закрепленный растяжками. Как уточняли знающие люди, вес бомбы был 300-400 килограмм. За трейлером на установленном расстоянии двигался еще один ГАЗ-66, но и замыкала колонну еще одна машина милиции. Война войной, а за сохранность груза отвечали местные аборигены. Процессия медленно и печально проследовала по Кировску и покатила дальше, к долине озера Малый Будьявр, через небольшой перевал. На всем пути это километров 40. На каждом перекрестке дорог и тропинок находились вежливые люди с автоматами. Груз доставили без происшествий. Штольню запечатали тремя многометровыми перемычками. Кстати, при взрыве две из них разрушились, а вот третья выстояла. 4 сентября 1972 года в глубине горы Куэльпор, западной части Хибинского массива, в Штольне на высоте 131 метр, при общей высоте горы 902 метра, был произведен подрыв ядерного заряда мощностью 2100 килотонн в тротиловом эквиваленте. Он получил кодовое название Днепр-1. Если грузить товарный вагон по 50 тонн взрывчатки, то потребуется 42 вагона, а это целый маршрут, как говорят на железной дороге. Как представить себе такой взрыв? Такие заряды обычно сравнивают со взрывом американской атомной бомбы «Малыш» над Хиросимой 6 августа 1945 года. Ее мощность оценивалась примерно в 13 мегатонн. Однако есть более свежий и наглядный пример. 4 августа 2020 года в порту ливанской столицы Бейрут сдетонировала 2750 тонн аммиачной селитры. Мощность взрыва как раз и оценивалась в 2200 килотонны. Половина Бейрута была разрушена. Я хорошо помню оба взрыва. Естественно, никаких официальных сообщений по радио и телевидению не было, но сарафанная радио задолго до этого сообщила назначенный день и час. Ну а кто-то утверждал, что «Голос Америки» тоже сообщила дате взрыва. Я сам не слышал, поэтому выдумывать ничего по этому поводу не буду. Большинство жителей горняцкого городка с огромной тревогой ожидали исхода, с трудом представляя себе возможные последствия. Ведь это было за 14 лет до Чернобыля, и мы еще ничего не знали о радиации. Кто-то из того крестился, а кто-то был возбужден, заявляя «Ну интересно же?». Конечно, образованные люди из Кировска и соседнего города Апатиты до взрыва стремились вывести своих детей на большую землю. Первый взрыв вызвал землетрясения и сейсмические волны в 4,5 балла. В 7 часов утра я еще находился в кровати и сквозь сон услышал нарастающий, сковывающий низкий гул и почувствовал сильную дрожь земли. Ну а так как Куэльпор находился к северу, 18 километров от Кировска, то на кровати ощущались поперечные колебания, так как она была ориентирована с востока на запад. Кровать качалась из стороны в сторону. Пришлось приложить усилия, чтобы не оказаться на полу. Частота колебаний между волнами составляла примерно 1,5-2 секунды. Всего я ощутил 4-5 колебаний. Конечно же, их было больше, но я уже находился на ногах, да и колебания затухали. 27 августа 1984 года был произведен второй подземный атомный взрыв в Новой Штольне на высоте 175 метров под той же горой Куэльпор. Он получил название «Днепр-2». Взрыв был двойной, по 1700 килотонн каждый. Всего 3400 килотонн. Причем подрывы, по-видимому, проводились с небольшой полсекунды задержкой. Возникло как бы сдвоенное землетрясение. Сейсмические волны, по ощущениям, накладывались одна на другую. Хотя общая сила землетрясения была аналогична первому взрыву – 4,5 балла. А в городе поговаривали, что новый взрыв был испытанием нейтронных зарядов. Да еще в полтора раза мощнее первого взрыва 1972 года. Как поведет себя земля, было неизвестно. Нагнетая панику, в народе распространялись слухи, что ожидается землетрясение до 7 баллов. Этим слухом было объяснение. Накануне взрыва в управлении «Апатит» ИТР было объявлено, что с 9 до 11 часов утра следует провести на открытой местности, на стадионе неподалеку от 7-этажного здания управления. То ли кто-то из начальства перебдел, то ли это была осознанная диза, но к 9 часам все было закончено. Заряды взорвали в 6 утра. В период с 1965 по 1988 год в СССР при реализации программы «Ядерные взрывы для народного хозяйства» было произведено 124 ядерных взрыва. Все взрывы были подземными. Свидетели первого взрыва рассказывали, что видели своими глазами, как вершина горы подпрыгнула, а затем осела обратно. По слухам, в момент прыжка произошел выброс прорвавшихся газов в атмосферу и произошло радиоактивное заражение местности. Прямым подтверждением такого прорыва являлся запрет скандинавских стран на пролет их самолетов над Кольским. Запрет сняли только через месяц. Об этом сообщал «Голос Америки». По официальной версии, в районе Куэльпор не зафиксировано повышение уровня радиации. Однако, до сих пор, почти через 50 лет, ручей, вытекающий из недр горы, содержит повышенные дозы радиации по сравнению с фоновыми значениями. После взрыва около 15 часов на Кировск с севера наползло серое облако и стал накрапывать мелкий дождик. Именно под этот дождик, находясь на остановке автобуса, попала наш инженер по технике безопасности Галина Попова. Об этом она рассказала мне сама. А через год ее не стало. Женская онкология. Моя мама в 1974 году заболела женской онкологией и умерла в 1986 году. Моя жена, будучи беременной в 1972 году, заболела женской онкологией и умерла в 1990 году в возрасте 38 лет. Я знаю еще многих женщин, ушедших молодыми после взрыва. При подготовке второго взрыва мой отец, работник городского исполнительного комитета, во время вечерних мероприятий с полковниками-кураторами взрыва спросил их, что они думают о возможной гибели жителей города, если пойдет что-то не так. Ответ настоящего полковника поразил своим неприкрытым цинизмом и людоедской жестокостью. Он ответил, а сколько вас? 50 тысяч? Ну, если бы вас было 1500, тогда стоило что-нибудь предпринять. А так, сопутствующие потери. Еще об одной интересной детали, последствии взрыва, следует сказать. Это поведал мой сын Алексей. Он заметил, что все мальчики, мамы которых уже были беременны до взрыва, стали сидеть очень рано. Лет с 20. У всех вот такая вот генетическая мутация. Как она проявит себя в дальнейшем, не знает никто. Зато хорошо известно о других проявлениях последствий взрыва. В начале 90-х Малый Совет был такой орган в местном самоуправлении. Запросил сведения о женской онкологии. Горздравотдел был и такой местный орган. Нам ответил, что по медицинской статистике, женская онкология с 1970 по 1990 возросла в Кировске в 26 раз. Ну, а теперь давайте подведем итог всему вышесказанному. Но перед этим я хочу задать один очень простой вопрос. После всего вышесказанного, как в первой, так и во второй части моих выпусков по данному проекту, остались ли среди вас, уважаемые зрители, сторонники официальной версии? А она гласит. Целью эксперимента являлось получение опытных данных для разработки новой технологии подземной добычи руд с применением ядерных взрывов для дробления участков рудных тел. А в данном контексте речь идет о минерале, который называется апатит, который в свою очередь является сырьем для производства фосфатных удобрений и фосфорной кислоты. Его также применяют в черной и цветной металлургии, в производстве керамики и стекла. А вот тут представьте себе на секундочку, что было бы, если бы добытая таким способом апатитовая руда, а это ни много ни мало, 396 тысяч тонн, отправилась бы дальше на различные производства. А ведь именно столько добыли в результате данного эксперимента, и она оказалась полностью непригодной. И если первый эксперимент хоть как-то можно объяснить, ну там, нехваткой экспериментальных данных, давайте попробуем, а вдруг что-то получится, в общем, чем угодно, даже яблонями на Марсе. Но как все это объясняет проведение второго взрыва? Неужели 12 лет, а именно такой промежуток был между Днепром-1 и Днепром-2, не хватило, чтобы сделать определенные выводы? Ну, например, что таким изуверским способом добывать руду нельзя. И ведь мы с вами прекрасно понимаем, что подобные решения принимаются на высшем государственном уровне. Тем более, что первый эксперимент, если мы сейчас говорим о добыче руды, оказался провальным по всем статьям. Или же тут дело совсем в другом. И мы можем сделать предположение, что истинная цель данных экспериментов заключалась совсем в другом. Ну, взять хотя бы то же бесчеловечное высказывание настоящего полковника, о сопутствующих потерях. О таких вещах обычно принято рассуждать при проведении каких-либо военных действий. И вот тут возникает логичный вопрос. А против кого велись данные военные действия? И что означает заключение, сделанное одним из сотрудников научного отдела пограничных войск, Маховым А.В. Цитирую. Была какая-то значимая государственного масштаба проблема. Скорее всего, опасность. И эта опасность скрывалась практически во всей подземной части лавозерских тундр. Подобраться напрямую к ее источнику было невозможно. Человека обуревал животный страх, да и стоило это дорого, и могло занять приличное время. Также нельзя было сбрасывать со счетов и возможное противодействие. Быстро и дешево устранить проблему можно было только с помощью направленного продольно-волнового ядерного взрыва. И соответствующее государственное решение после скрупулезнейших обсуждений и расчетов было принято. И не только принято, но и с блеском исполнено. Конец цитаты. А знаете, что во всем этом меня больше всего смущает? О каком таком возможном противодействии говорилось в заключении Махова? И кто это противодействие оказывал или мог оказать? А вот еще одно объяснение цели, задач и механизма воздействия ядерных взрывных устройств проекта Днепр, высказанное Эмилем Кранцем. Цитата. «Ядерный взрыв, тем более подземный, не мог быть направленным в смысле механического воздействия на горную породу. Для создания механически направленного взрыва нужно использовать два или больше ядерных зарядов, которые подрывают с определенным промежутком времени. В проекте Днепр предполагалось использование не только механической энергии сработавшего заряда. Как известно, ядерный взрыв способен генерировать мощный и очень кратковременный электромагнитный импульс. Именно этот фактор, воздействие на аномальную зону мощным электромагнитным импульсом, являлся основным техническим заданием разработчиков и воплотителей проекта Днепр. И воздействие, скорее всего, было успешным. Первым взрывом аномалию сожгли. Это было примерно так же, как перепад напряжения в сети сжигает бытовую технику в доме. Хотя и не до конца. Вторым же взрывом ее добили окончательно. Вызвав необратимые изменения в геологических структурах, генерирующих и выводящих на поверхность телурическое излучение. Скорее всего, ядерно-взрывные устройства, использовавшиеся в проекте, не были простыми бомбами, а именно электромагнитными. То есть, конструкция которых была такова, что энергия ядерной реакции по большей части превращалась именно в электромагнитный импульс. Такой заряд, а он называется взрывомагнитным генератором, действительно можно ориентировать так, чтобы получить либо горизонтальную поляризацию волны электромагнитного импульса, либо вертикальную. Конец цитаты. Ну вот, дорогие мои друзья, я, по сути, рассказал вам сегодня то, что хотел рассказать. Все имеющиеся факты по поводу данного проекта я вам изложил, предположения выдвинул, ну а право делать выводы я, как вы знаете, всегда оставляю за вами. Я хочу поблагодарить Александра Осипова за предоставленный материал. Спасибо всем за внимание и всего вам доброго!